Отопительный сезон на носу. Энергетики готовятся, но в сибирской генерирующей компании решили еще и пообщаться с жителями напрямую. В эфире инстаграма компании директор по тепловым сетям Антон Баев, к примеру, рассказал, что отдельные многоквартирные дома могут подключиться к отоплению раньше или позже обычного. Для этого нужно проводить собрание жильцов. Почему мы сейчас запустили это голосование? Да, мы слышим жителей. Это совместное решение. Жители его могут принять. Тех, кто его не принял, это как и всегда, те идут по общему распоряжению мэрии. Антон Баев также рассказал о ходе ремонтных работ и подключении тепла в сибирских городах. В Барнауле, к примеру, на 15 сентября к отоплению подключены 9 многоквартирных домов, 7 медицинских учреждений, 60 школ и детских садов. Также представитель СГК объяснил, почему летом в городе вне расписания отключали горячую воду. Все лето жители получали горячее водоснабжение по обводным временным линиям. И сейчас, чтобы включить новый трубопровод после капремонта, нужно отключение, потому что он включается в сеть. Вот именно с этим было связано. Поэтому так долго, потому что большой диаметр, ну это просто быстрее невозможно. Еще несколько подобных отключений в разных районах Барнаула предстоит пережить, когда в городе будут запускать в работу отремонтированные участки. В начале октября уже все работы будут завершены. Также в эфире говорили о Рубцовске, которому сейчас приковано внимание СГК. Город в прошлом году первым в России перешел на новую систему тарифообразования и получил серьезные инвестиционные вливания. Вот, например, по сравнению с прошлым годом в Рубцовске количество дефектов выросло. Но резонанса не было никакого. Потому что все дефекты, они ушли уже, грубо говоря, с магистральных крупных сетей, когда отключается там полборода сразу, да. Они ушли в мелкие локальные дефекты, которые там на один-два жилые дома устраняются в течение рабочей смены дневной. Компания расширяется и в этом году. На подготовку к отопительному сезону во всех городах потратили почти на миллиард рублей больше, чем в прошлом. Кстати, прогноз на грядущую зиму обещает сибирякам, что она будет холоднее прошлой. Уже с учетом этого города почти на 90% подготовлены к отопительному сезону. Елена Кузовкина, Андрей Дреер. День с толком.